Приветствую вас. Я вам отвечу с точки зрения психологии, поскольку именно в этот раздел, в раздел «Психология» вы обратились. Как психолог я не считаю возможным для себя комментировать различные вопросы веры, по крайней мере до тех пор, пока мне не будет об этом прямая просьба. Поскольку здесь прямой просьбы прокомментировать вопрос веры нет, то я, соответственно, воздержусь от любых комментариев по поводу этого. С точки зрения психологии, ваша проблема видится мне в том, что вы просто-напросто либо боитесь замужества, либо запрещаете себе его. По какой причине вы боитесь замужества и почему вы его боитесь? Естественно, нужно выяснять, потому что исходя из вашего текста, это совершенно непонятно. Понятно, совершенно непонятно, почему вы можете бояться, к примеру, замужества. Совершенно непонятно, почему вас к такому примеру столь сильно нервирует то, что вам делают с предложением. По моему мнению, здесь имеет место быть страх, но вот почему он имеет место быть, это большой вопрос. Вопрос, на который ответа пока что у меня нет. Момент здесь заключается в том, что скорее всего у вас имеют место быть определенные представления о замужестве, которые вас по той или иной причине могут пугать. И вот вся столькость исключается в том, чтобы определить, почему и чем вас это пугает. Вот. Если у вас такое желание разобраться в этом будет, мы с радостью вам поможем. Если у вас такого желания нет и вы предпочитаете обращаться исключительно к вопросам Веры по поводу данной проблемы, то я полагаю, что вам обратиться нужно как минимум к специалистам немножечко другого плана, но не к психологам. Что касается движения живота, то совершенно очевидно, что это некая психосоматическая реакция. О ее характере я не берусь судить, потому что, опять же, слишком мало информации об этом. Вот. Я не думаю, что я могу судить о характере данной реакции. Вот. Но то, что это психосоматика, это совершенно определенно. Вот. По поводу того, что у вас не на месте матка, то что вам сказали, врач. Я, если честно, понял не очень, потому что не являюсь врачом. Опять же, если вас интересует вы мастер и должны обратиться к врачу еще раз, но только к другому врачу. Что касается вашего отношения к религии, здесь я уйду с фанатизмом. Я вас не обвиняю, я вас ни в коем случае не обвиняю. Вот. Но просто могу констатировать, что тот факт, что вы слышите даран и слушаете молитвы, вот, это, конечно, вызывает ощущение, что возможно, возможно, вы слишком фанатично относитесь к религии. Если это так, то этим нужно что-то делать. Делать, например, умение, ну, двигаться в сторону уменьшения своей фанатичности. Вот так. В целом, за драком, за мужество и с психологическим запретом создания семьи, либо наоборот, психологическая реакция на чрезмерное навязывание брака. Можно и нужно работать, но только при условии, если вы готовы переоценить те ценности, которые вы сейчас следует, в том числе и религиозные. То есть, с точки зрения психологии, это звучит именно так и работает только в том случае, если вы признаете, что то, чем вы руководствуете сейчас, те духовные аспекты, психологические аспекты, те ценностные моменты, которыми вы руководствуете сейчас, вам несут, скорее всего, вред. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будуратная ночь», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!